Что касается интеллектуальной собственности, так называемого закона, вот этого самого драконовского, пиратского, как угодно его можно называть, я здесь не за Думу и не за кого бы то еще ни было, я за себя. Вот я более 40 лет интеллектуально насыщаю эфир. Собой, своими мыслями, своими друзьями, не знаю, своими соображениями по поводу там всего того, что происходит в стране. За последние как минимум 25 лет я ни разу не получил ни копейки за использование моих взглядовских материалов в том же интернете, моего имени. Классический пример – это мой афганский фильм «Самолет из Кабула». Он растащен не просто на цитаты, а по кадрам. Нет такого афганского фильма, либо просто фильма о войне, где бы не использовалось то, что я снимал там, в Афганистане. Это тоже, так сказать, все это лежит в интернете. Поэтому я боюсь, что те люди, которые занимаются этим законом, они преследуют, наверное, разные цели, далекие от целей, которые бы преследовал я, если бы, как бывший депутат, писал бы этот закон. Они пытаются навести так называемый порядок в интернете. Но, наверное, начинать надо не с этого, наверное, в этом смысле, а хотя бы разобраться в том, а можно ли проследить цепочку, например, появление на твоем экране, твоего монитора, твоего компьютера, некого изображения, и найти, так сказать, начало этого самого, вот этой цепочки, а кто, собственно, выложил, откуда оно появилось, кому платить. Поэтому я полагаю, что этот закон, он погрязнет вот в этих мелочах, в этих нестыковках, в этих, так сказать, ну, непонимании многих, так сказать, вот этой вот масштабности того, что называется сеть, по большому счету. Хотя идея, конечно, неплохая, идея неплохая.